Это оказалось катастрофой не только для державы. Это стало катастрофой для значительной части мира. Много десятилетий существовал определенный паритет, баланс сил между возглавлявшим западный мир государством США и его геополитическим противником СССР. Мир был двуполярным, и это придавало ему определенную устойчивость. После распада СССР на дюжину государств США стали, или точнее почувствовали себя мировым гегемоном. Равновесие перестало существовать и, как говорится, мир пошел юзом. Проявление этого многие люди ощущают на себе, на своей судьбе, а другие знают об этом по сообщениям средств массовой информации. СССР как система организации жизни народа и государства пришел на смену Российской империи. Падение Российской империи после Первой мировой войны было предрешено... Падение после Первой мировой войны. Падение в результате госпереворота, построенного на информационных технологиях. Вот как сейчас с помощью интернета взрывают, вот тогда взрывали с помощью печатных изданий. Так и ломали поэтапно нашу страну просто. Из-за рубежа ломали. Проплачивали всяких этих лениных, троцких сволочей и ломали нашу страну. Было предрешено развалом основных устоев государства. Участие в войне, военные неудачи лишь ускорили крах, обозначили временные границы крушения империи. Отдельные недостатки в самых разных областях, в сельском хозяйстве, в промышленности, на транспорте, в армии, в работе правоохранительных органов и представительной власти, в законотворчестве и многих других областях складывались в систему. Назревал взрыв. 27 февраля 1917 года в Петрограде вспыхнуло вооруженное восстание. Восставшие в течение одного дня захватили мосты, вокзалы. Вот представьте, вспыхнуло восстание. Вот формулировка вспыхнуло восстание. Тут вот само такое вспыхнуло восстание. И захватили мосты, вокзалы и так далее, телеграфы. И это организованное действие. Это организованный объем мероприятий. Это люди были направлены туда-то, туда-то, туда-то. Это нормальные спецслужбы отработали план действий. И был осуществлен госпереворот. Руководил этим всем британский посол. Это исторически зафиксированный факт. Вам историки? Подробно об этом документальной фирме есть. Кто этим руководил? Вспыхнуло восстание. Не вспыхнуло восстание. Был осуществлен государственный переворот со стороны Британии, в нашей стране. Чтобы мы друг другу отгрызали голову. Мы уничтожали свою собственную страну. Они долго к этому шли. Они постоянно этим занимаются. И мы уничтожили свою экономику, поубивали кучу народов. Потом на нас натравили немцев. И мы опять поубивали кучу своего чужого народа. Из-за того, что какие-то козлики над нами ставят вот такие эксперименты. И сейчас мы доведены до скотского состояния, потому что большинство нашей страны не понимает, что происходило тогда. И не понимает, что происходит сейчас. Люди не знают. Они думают, в Германии завелся Гитлер. Он не завелся. Его создали британцы. И сейчас на Украине завелся нацизм. Он не завелся. Его создали британцы. С помощью американского плеча. Весь этот национализм взращивался в Канаде очень долго. После Второй мировой войны вся ориентированная национальная группа была инвазирована в Канаду. И там поддерживалась в тепличных условиях. Потом она была перетянута на территорию Украины. И доведена до этого состояния, которое сейчас. Остальные государства выступают в роли британских холопов. Польша это британский холоп, который выполняет прямые указания Британии. Германия это британский холоп, который выполняет прямые указания Британии. Если Германия не слушает Британию напрямую, британцы делают, что она слушает британцев через штатовские ценные указания. Все. Причем Трамп сидящий наверху, он даже не дает никаких указаний. Это все тремя этажами ниже, но уровни чиновников решаются. И весь мир слушает методички Британии. Все. Это реальность. Залы «Арсенал». Штурмом были взяты здания окружного суда и дома предварительного заключения. За день до этого председатель Государственной думы Радзянко обратился с телеграммой в адрес Николая II, находившегося в ставке главного командования. Он просил его создать новое правительство, которое пользовалось бы доверием народа. Доверием народа. Вот это вот то же самое, это вот один сценарий, да, что в Белоруссии, да, доверием народа, власть, доверие народа. Это вот как тогда была методичка по осуществлению госпереворота, так и сейчас. То же самое они сделали во Франции, это французская революция, которую сделали британцу во Франции, да. Уничтожили французскую монархию, они утратили конкурентов, да. Уничтожили конкурентов. Это обычная британская схема развода лохов. Кто об этом вам рассказал в учебнике? Где вы об этом можете узнать? Нигде. Вы должны как скот в современной демократической России, вы должны как скот продолжать находиться в скотском состоянии. Вы не можете узнать правду ни из каких источников. Вам это никто не расскажет. Потому что наше образование сформировано за счет внешних фондов. Внешние фонды регулируются атлантическим блоком. Каким? Британским и американским. Ваши учебники на этом сформированы. Коммунисты, когда они были в власти, они вам не могли сказать, что мы британские холопы. Что наша коммунистическая деятельность началась по британской указке из-за рубежа. Что наш товарищ Троцкий, товарищ Ленин, это агенты Британии и Штатов. Вам коммунисты это не могли сказать. Что коммунисты пришли к власти в результате госпереворота. Они не могли вам это сказать. Мне вам говорили, что была прекрасная революция. Это был геноцид нормальный русского народа. В результате этой революции еще заложили основу для следующего геноцида. Потому что до революции был статус по русскому народу. У нас были русскими следующие народы. Великороссы были русскими. Украинцы были русскими. Белорусы были русскими. Это были все русские народы. А когда великороссов сделали просто русскими. Вот тут все и накрылось медным тазом. Если великоросс русский, то белорус уже не русский. И украинец уже не русский. И так далее. И продолжают ломать информационно мозги доверчивым зевакам. И зеваки в это верят. Но раньше было так. Великоросс, украинцы мало рос. Великоросс, мало рос, белоросс. Росы. Белоросс русский. Малоросс русский. Великоросс русский. Все это были русские. Спроси сейчас белорусов. Он русский? Нет. То есть делали это все по методическому Британии. Это все. Вот не бывает, что это все случайно произошло. Это все информационные. Такие иглы, которые втыкают в тело. Наши информационные. И меняют наше сознание. Вот этим продуманными действиями. И это продолжается сейчас. Вы находитесь, все мы находимся в скотском информационном состоянии. В обманутом. Нам требуется постоянная работа по восстановлению достоверного информационного поля. Мы должны говорить людям правду. Сейчас со всех каналов продолжается вот это действие, когда навязывается по новой красная пропаганда. Когда пытаются рассказать, что социализм в коммунистической форме это хорошо. Вернитесь в Советский Союз. Так далее, так прочее. Если это случится, мы опять откатимся назад. Экономически, социально и так далее. Нас опять сотрут. Мы поедем опять в тупик. И они нас точно сделают уже драться навсегда. У нас сейчас есть возможность для экономического роста в адекватной экономической политике. Но нас опять загибает в это псевдо-социалистическое крыло развития. Те люди, которые сейчас рекламируют коммунизм, люто за него бьются. Это интеллектуальное ничтожество. Они не понимают, что такое коммунистическая идеология. Что она может дать? К чему это приводит вообще? Им кажется, что провозгласил справедливость, будет справедливость. Это идиоты. Они не знают, как это работает на практике. Мрак, мрак. И это оболваненное население великой страны. Однако Николай II проигнорировал это сообщение. В результате, уже на следующий день, Временный комитет Государственной думы принял постановление о создании нового правительства, которое брало на себя всю полноту ответственности за ситуацию в стране. Новое правительство брало на себя всю полноту ответственности за ситуацию в стране. Когда вы легитимную ветвь власти устраняете, то любая последующая власть, она уже не каковская, она не имеет статуса. Она не имеет ни морального права, ни практических инструментов по управлению. Если это честная власть. А если это лютая власть, то она просто включает карательные инструменты, начинает резать головы. Когда она режет головы, затыкаются все за два месяца. То же самое произошло на Украине, когда товарищи депутатов, имеющие отличную от прозападентской точки зрения, просто пачками устранили. Одно момент, 12 человек, плюс еще и так далее. Все, все сдулись. Когда реально выбивают людей карательными методами, остальная аудитория сдувается. Все. Это инструменты, инвазии внешние, госпереворотные инструменты. Это регулярно осуществляет Британия. Правительство назначило своих комиссаров во все министерства и обратилось к Николаю II с просьбой и предложением об отречении в пользу его сына. После беседы с представителями Временного комитета Государственной думы в ночь со 2 на 3 марта 1917 года Николай II подписал манифест о своем отречении и отречении своего сына Алексея от престола в пользу брата Михаила Александровича. Михаил Романов, в свою очередь, также подписал акт об отречении. Главную роль в отречении Николая II от престола сыграл отказ всех командующих военными округами поддержать его. Второго марта... Это вот такая глобальная постанова. Это вот как надо промыть мозги населению страны, что у тебя уже троят командующие. Ну, во-первых, то, что вот это искажено, вот там по факту отречения, как это было, и было ли вообще вот это все, как бы, нам надо все ставить под сомнение. Но то, что информационная обработка, это жесть. Если вы отдаете рычаги управления информацией, вы уничтожаете. Вы уничтожаете свой статус, свою независимость. Когда у вас своя монархия и своя религия на территории государства, вы независимы. Вы в конечном итоге можете отстоять права на своей территории, защититься, позаботиться о своем народе и так далее. Когда вы утрачиваете суверенитет, вы можете быть только скотом. Вот скот на ферме, он такой же внешне хороший, ухоженный, как и люди, да? Корова, свинья. Они же нормально живут, да? Они хорошо. Но они лишены прав, они лишены суверенитета. И в любой момент жирная свинья может пойти на мяско, коровка пойти на мяско может в любой момент пойти. Вот примерно то же самое и происходит на примере Польши, которая утратила суверенитет, у которой нет суверенитета. Это холоп Британии. Когда надо, ее делят между Германией и Россией, запускают мясорубочку, да? и так далее. Это касается всего. Нельзя утрачивать суверенитет. Если руководство вашей страны подчиняется по первому свистку команды из-за бугра, то как бы перспективы вашей страны печальны могут быть. Вы можете... Вот решал ли народ Германии, что ему надо воевать? Был ли у него выбор? Когда у тебя руководство страны перехвачено британскими проститутками, германский народ уже не может ничего решать. Сейчас германский народ решал, допустим, что надо небо закрыть для самолетов из России. Нет, он не решал. Это решали британские проститутки, которые управляют сейчас Германией. Все. И если германский народ загонят на войну с Россией, будет ли он решать, воевать ему или нет? Нет. Германские... Британские проститутки, германские проститутки скажут, шлепайте на войну, они пошлепают. Сейчас они пока армию наращивают, оснастят ее как надо. И дальше будем опять воевать с Германией плюс Польшей. А британцы в сторонке такие полежат, когда мы со всеми перевоюем, когда мы выдохнемся, потом сиплонцами повоюем, с турками повоюем, когда нас уже можно будет левой ногой запинать, тогда включатся британцы с американцами и все нормальное будет нас хринякать. А если мы еще начнем шлюхаться внутри у себя страны и сами между собой метаться вправо-влево, то им это будет сделать легче. 2 марта было создано буржуазное временное правительство. Власть формально перешла к временному правительству, но реальная власть была в руках Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В стране установилось двоевластие, а точнее безвластие. Состав временного правительства, равно как и состав Петроградского совета, менялись много раз. Февральская революция, свергнув царизм, не смогла в то же время решить основные общедемократические и общенациональные задачи о мире, о земле. То есть взяли нормальную рабочую страну и сломали власть. Нам навязывается вот эта схема что безвластие можно жить. Безвластие государство докатывается до скотского состояния и становится в конечном итоге плохо всем. у вас либо есть своя собственная независимая от внешних источников власть, тогда вы начинаете по-маленьку развиваться как государство и доходите до процветания, либо у вас нет этой власти, вы превращаетесь в толпу бушующего быдла и страна скатывается в экономическую пропасть. Все. Потому что при безвласти не может функционировать нормально бизнес. Когда не может функционировать бизнес, не производится продукт. В результате всем плохо. Не сеется зерно, не убирается хлеб, не производятся механизмы и так далее. Потому что любое быдло может прийти и поломать твое предприятие, щелкнуть руководителя, у тебя не работает правоохранительная система и так далее. Безвластие это для страны плохо. А принцип, который прививали на Россию, что власть это плохо. Власть это надо ненавидеть власть. Власть это мы свободолюбивые граждане свободной страны. А в результате вот этого красивого лозунга нас докатывали до скотского состояния и мы ломали свою собственную страну. И сейчас многие из нас готовы кидаться. Они бегают, агитируют, агитерасты других. Давайте ломать страну, мы неправильно живем и так далее, и так прочее. О земле, о борьбе с хозяйственной разрухой и голодом и другие. Это и стало внутренней пружиной развития революционного процесса в социалистическом направлении. Назревала внутренняя пружина, созревала ситуация. Это все для дебилов сказочка. Ситуация созревает только, когда вам агенты скажут, проплатят денег другим быдлокам на месте, чтобы делали то-то, то-то и то-то согласно плану. Только тогда происходят все эти перевороты, захваты власти, политические убийства и так далее. Это никакая ситуация не рождается. Это рукотворные все продукты. Госпереворот всегда. У него есть кукловод и есть толпа быдлоты, которая носится с заряженными куклами. Все. Если вы верите, что воля народа, вы наивный идиот, если вы это верите. Заревала новая революция, призванная разрешить эти проблемы. Фундаментальные изменения в политической ситуации состоялись и падение временного правительства стало закономерным итогом развития этой ситуации. В начале ноября большевики разогнали нелепое, безвластное временное правительство и захватили власть. В начале октября британские агенты разогнали доведенное до маразма какой-то орган типа временного правительства. все британские агенты разогнали. Власть полностью перешла этим балбесам, которые потом принимали шифровки из центра и курьеров. Власть инициатором и главным руководителем был Владимир Ильич Ленин. Назначение с британским большую роль сыграл Лев Давидович Троцкий. Американские агенты были тот же самый британский. Его теория перманентной продолжающейся революции имела много приверженцев. В результате ну вот реально твари захватили нашу страну поубивали миллионам народов. Вот это реальность. 7 минут. Великие империи мира, СССР, всеобщая история. мы должны иметь нормальные учебники, в которых сказано, что в 17-м году был госпереворот. В результате было то-то, то-то. Погибло столько-то миллионов народа. Из учебников обществоведения мы должны знать, что ни ради какой идеи нельзя убивать миллионами своих граждан. Только голосование честное. Все. перевороты, революции. Мы сейчас живем в нашей стране, пока очередной дебил не совершил революцию. Не так сказал. С помощью горских впечатлительных дебилов британцы не совершили в нашей стране революцию. Вот. В Белоруссии буквально это чуть-чуть не случилось. В Казахстане очередная революция чуть-чуть не случилась. До этого у нас раскачка была, ну, чуть-чуть не случилось с помощью Навального. До этого был тоже опасный момент переход под Глазьево, когда этого дебила чуть президентом страны не выбрали коммунистического. Ну, люди уже, наверное, не помнят этих событий. Нам надо планомерное развитие страны спокойное в рыночной экономике, интегрированной в мировую экономику. Спокойное развитие. Ну, сейчас с интеграциями засада, да? Ну, пока у нас есть суверенитет, мы его должны беречь и двигаться в этом направлении. В результате победы этой практически бескровной революции произошли изменения в положении всех социально-политических сил страны. Пролетариат стал господствующим классом. Изменился характер деятельности партии большевиков. Она стала правящей партией. Она перестала расстреливать людей чрезвычайными комиссиями, да? характер сменился. Вот как только террор сменился, да, люди стали по-другому шептаться, хоть на улицах стали. Они даже шептаться раньше боялись. При хрущеве уже шептались. Одним из первых знаковых действий большевиков стал разгон учредительного собрания в январе 1918 года. Его выборы состоялись летом 1917 года. Однако после... Вот разгон учредительного собрания это вот власть от народа разогнана, да? И посажены марионетки прокоммунистические зомбики такие посажены, да? Создавать видимость. после октябрьского переворота состав учредительного собрания не соответствовал политической расстановке сил. Почти половину его депутатов составляли эсеры. Во главе стоял тоже эс... Ну, смысл примерно такой. Мы сейчас, вот пока наш народ политически безграмотный, пока он верит в эти наивные идеи коммунизма. Мы продолжаем скатываться, мы неустойчиво стоим, мы можем в любой момент обрушиться, потому что мы зависимы от общественного мнения, а общественное мнение формируется с помощью средств информации. Часть из них пришлые пропагандонские зарубежные, часть из них пропагандонские наши, потому что по-другому никак, либо ты противопоставляешь поток угной свой поток гноя, но объективной информации у нас нет. Нет через образование, нет через СМИ. Держись, страна! С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Подключайтесь к коммунисту. Большой привет! Я не уважаю коммунистов. Коммунисты это интеллектуальное ничтожество. Это либо обманутые люди, обманутые, честные, их было много, за 75 лет их накопилось. Либо это идиоты. Если ты современный коммунист, ты современный идиот, доведенный до скотского состояния. Тебя информационно отшпокали в мозг. Ты не знаешь, что такое коммунизм. И ты в него веришь. В этот британский фантом коммунизма. Всем привет! С вами был Научный Трибунал. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова